СПОРТОБЗОР Строительство регионального центра волейбола выходит на финишную прямую. Уже летом арена должна распахнуть свои двери и стать не только базой для локомотива, но и местом проведения крупнейших мировых турниров. Подробнее о ходе работ в нашем сюжете. У нас график до 1 сентября. Нет, уже нет? Нет, до 1 июля. До 1 июля. Значит, скорректируем. Спортивный комплекс струят высокими темпами. Первый камень заложили летом 18-го. Сегодня, спустя полтора года, уже возвели два спортивных зала. Выполнили наружную отделку. Основные работы сейчас кипят внутри. Около 300 человек трудятся на объекте в две смены. Объект должен быть сдан к середине лета, для того, чтобы и наша команда могла спокойно готовиться к будущему сезону. И не снимается вопрос по использованию нашего комплекса для тренировок олимпийских сборных. Понятно, что это будет решать федерация, какую часть страны они будут использовать для подготовки к играм в Токио. Но, тем не менее, наша задача быть готовым. Большое внимание уделяют техническим нюансам, которые не бросаются в глаза, но крайне важны для спортсменов. Например, освещение. От правильного размещения светильников зависит многое, особенно в атакующей и подающей зоне. Второй момент, который конкретно я отметил всеми, перед губернаторами, перед генподрядчиками, чтобы направление потока воздуха внутри, чтобы не было направлено тоже в направлении площадки, а был в сторону, потому что были проблемы с другими залами, когда поток просто болтает мяч и сложно играть. За время строительства объект подорожал почти на 600 миллионов. Изменения в первоначальном проекте связаны с проведением в Новосибирске матча чемпионата мира по волейболу в 2022 году. А значит, повышенных мер безопасности и увеличение зрительных мест, согласно международным требованиям. Дополнительное финансирование было направлено из федерального бюджета. По словам губернатора, появление центра волейбола даст толчок не только спортивной жизни региона, но и конкретно этого района Новосибирска. В планах также возведение гостиницы и еще одного многофункционального спортивного зала, где можно будет играть в теннис и пляжный волейбол. Но главное сейчас для строителей закончить в срок основную арену. Новый сезон «Локомотив» должен начать в новом доме. Еще одна грандиозная стройка сейчас идет на противоположном берегу Аби. Там возводят ледовую арену к молодежному чемпионату мира. До старта турнира в Новосибирске еще три года, однако, хоккей на месте строительства стадиона начнется уже сейчас. Кубок телеканала ОТС, который состоится в последний день зимы, не просто товарищеский турнир между командами Новосибирска и Омска, но и настоящий праздник спорта. За ходом подготовки ледовой площадки наблюдал Александр Шрудила. Заливка льда на озере сноуборд-парка Горский – задача не из простых. Особенно в конце зимы с ее постоянными снегопадами и оттепелями. Полторы недели ледовары делают свою работу, чтобы подготовить площадку самого высокого качества. Ребята ледовики круглые сутки льют, я тоже им тут помогаю. Видите, сегодня пришли большой командой тоже помочь. Нужно для болельщиков трибуны построить, нужно для болельщиков тут все красиво оформить. Ну и, во-первых, будет трансляция на телеканале ОТС и на 12-м канале Омска. Поэтому вот такой праздник хоккейный устраиваем. Место проведения матча выбрано не случайно. Это площадка рядом со строительством нового стадиона. Мы сделали специальную смотровую площадку, вы ее видите, да, чтобы люди могли посмотреть, что идет строительство полным ходом, что мы болеем, ждем, надеемся и верим. На лед, созданный энтузиастами, выйдут четыре команды. Детские коллективы из Новосибирской и Омской областей. А в главном матче турнира сойдутся сборные ночных хоккейных лиг двух сибирских городов. Причем в составе хозяев на льду появится чемпион России и легенда нашего хоккея Дмитрий Затонский. Помимо непосредственно матчей у зрителей будет возможность увидеть ход возведения ледовой арены со специальной смотровой площадки и сфотографироваться на фоне исторической стройки. Думаю, что нам удастся собрать большое количество просто львителей, неравнодушных, просто жителей ближайших микрорайонов на этом мероприятии. Потому что действительно хотим устроить праздник хоккея и в субботу, выходной день, провести веселое время. Здесь будет весело, здесь будет хорошая, позитивная атмосфера и самое главное, позитивно заряженные люди, которые будут дарить эмоции развития хоккея. На празднике для всех желающих будут работать точки питания, различные фотозоны, а хоккейные баталии никого не оставят равнодушными. Представители Омской области уже выразили желание провести ответный турнир на своей территории, чтобы вместе предвкушать молодежный чемпионат мира. Начало матчей и прямой трансляции на нашем канале 29 февраля в 12.00. На сегодня все. В студии работала Кристина Латом. До встречи в новых выпусках спортобзора на телеканале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин